Приветствую вас. Я думаю, что проблема заключается в том, что, во-первых, у вас много, очень много нерациональных представлений, то есть проблема заключается в том, что вы слишком много мистического себе не напридумывали, это вот неправильно было бы сказать, не напридумывали, слишком много мистического вы используете в своих суждениях, слишком много мистики у вас в своих суждениях. И мне кажется, что для начала вам необходимо именно свои мистические представления подкорректировать так, чтобы они вам не мешали. То есть мы сейчас говорим, мы сейчас говорим, да, именно о мистических представлениях, вот, которые оказывают на вас, я подчеркиваю на вас, очень-очень серьезную, очень серьезное давление, скажем так, да? И чрезвычайно важно, чтобы вы этому давлению умело, качественно противостоялись. На мой взгляд, это, ну, такая, давайте как бы так сказать, принципиальная история, то есть история принципиальная именно с такой причине, с простой достаточно причине, что если вы не будете, если вы не будете корректировать свои вот такие мистического плана представления, то вам будет, к сожалению, только хуже и хуже, в дальнейшем, в дальнейшем вам будет только хуже и хуже. Это первый аспект, который может нам, ну, выделить, который можно выделить, вычленить. Дальше. Дальше. Невозможность установить личные границы. То есть, условно говоря, дать четко человеку понять, что есть, образно говоря, он, есть, образно говоря, вы, и есть четкое различие между вами, между вами, и прям вот очень такое четкое ограничение происходит, то есть вы, условно говоря, не отделили, не отделили, вы не отделили, себя от... себя от... ну... от мужчины. Вот. То есть, проблема она вот такая, проблема она в этом заключается. Вот. И, соответственно, умение четко отделить себя от другого человека является одним из важнейших условий, ну, выстраивания любых отношений, что есть, чего уж говорить, да, о любовных отношениях, в данном лучше говорить абсолютно не приходится. Вот. Это такой аспект. Очень, надо сказать, важный аспект. Очень важный аспект. Следующее, о чем можно говорить, следующее, о чем можно говорить, это о страхе, что он с вами что-то сделает. То есть, понимаете, вот по какой-то причине, по какой-то причине, я так полагаю, известной, ну, в силу ряда причин только вам, вы считаете, вы считаете, что... Мужчина обязательно что-то вам сделает. Почему вы так считаете? Почему вы так думаете? Например, да, это вопрос, на который вам необходимо найти ответ. То есть, условно говоря, что скрывается за этим страхом, который у вас есть? Что за ним скрывается? За ним скрывается потребность во внимании, за ним скрывается потребность в том, чтобы человек, например, действительно, ну, показал, что, ну, допустим, что вот, ну, что действительно он может совершить поступок и вас, например, завоевать. А может быть, речь идет совсем о другом. Мы этого не знаем. И я поэтому, поэтому и спрашиваю вас. Очень важно понять, что стоит за вашим страхом. Очень важно понять, как вы отображаете себе этот страх, почему вы решили, что человек вам может, ну, условно говоря, вот, значит, что-то сделать. Да, значит, ну, по какой причине вы считаете, что человек может, ну, как-то поступить, да, вот, так, довольно, ну, довольно жестко, да, что-то прям вот. В позиция, агрессивно. А, ну, для Пеппе, то, что вам необходимо, опять же, для себя определить. На чем основан ваш страх, почему он у вас появился, да, то есть, ну, там, к примеру, мужчина, он, допустим, когда-то уже давал вам возможность поверить в то, что он действительно вот может может так сделать. Или, может быть, ситуация вытекает исключительно из ваших представлений, да. то есть, это вот то, что нужно исследовать. Это то, что нужно понимать. Вот. Но мне почему-то кажется, что вам, вот, вам, знаете как, вам как будто как будто хочется чтобы он м м ну, не знаю, проявил себя вот так, чтобы он показал себя вот так, чтобы он прямо вот, ну, прямо сделал то, чего вы понимаете, понимаете? Потому что, ну, производит-то мужчина впечатление достаточно слабого человека, это я вам честно скажу. И вот, собственно, очень потому мне и интересно, что вас мотивирует считать, что он может причинить вам боль, что вас мотивирует считать, что он может сделать что-то, что-то плохое, что-то дурное и так далее, вот. То есть, ну, наверное, наверное, какие-то есть основания, так полагаю, вот. Но мне все же кажется, что, ну, пока, пока, да, пока, я таких оснований не увидел. Вот. Это я вам могу сказать совершенно точно. Я не увидел пока оснований для этого. То есть, для того, чтобы считать, что мужчина может вам что-то сделать. Вот. Вы пишите про отчаяние, вы пишите про отчаяние, но я больше хотелось, чтобы вы определили для себя, с чем же оно связано, отчаяние. Почему оно у вас есть отчаяние, но, на мой взгляд, это очень важный момент, который необходимо вам для себя, в том числе, также определить и выделить. Вот. А что вы считаете, вот, что вы считаете, как вы считаете, ситуация должна складываться. То есть, считаете ли вы, к примеру, что мужчина, ну, скажем, обязательно, обязательно сделает это. Это. То, что он, ну, то, что он, ну, то, что он грозится сделать. А. Вы правда так считаете? Вы правда считаете, что он может так поступить? Это рассказывает неуверенность в себе, потому что вы пишите, что я боюсь, что он ничем помешает и так далее. Насколько вы уверены и насколько вы уверены в том, что, ну, будете в любом случае делать то, что вам нужно и то, чего вы хотите. Вот. Это также очень важный момент. Вот. А. Вы пишите, что встречались с паном 9 лет. Конечно, он к вам привык. Правда, из-за чего он ушел от вас, здесь не очень понятно. Дальше. Обращения закончились по его инициативе, но не без моей помощи. Началось общение с представителями мужского пола. Только лишь общение. Вот. Он постоянно в пище звонит. Ну, то есть, это вот, у него обследование. А вы жертва. Вы нанесете за себя ответственность. Думаю, всегда можно что-то сделать, всегда можно встретиться, поговорить, объяснить про это и так далее. Вот. Вот. Значит, теперь мне страшно, если вдруг что-нибудь, вот с чего, да, с чего он делает. Это недостаток Лиле. Лиле. Эээ... Внимание. Вам не хватает внимания. Вы не чувствуете себя... Значим. Значим. И потом начали ходить, чтобы что-то сделано. Что вы делаете, если он опять меня где-нибудь потрясет, как объясните международношение невозможно, так, чтобы не обидеть? Никак бы не объясните, а если он опять вас где-то потрясет на меня... Эээ... Освоить навык самообороны, самозащиты. Вот и всё. Вот. Эээ... Вот вы пишите, вдруг захочет убить, потом, грубо говоря, откуда это у вас. Откуда? Откуда? Вы думаете, убить так легко? И вы... Насколько... Эээ... Уравновешенным человек взаимодействует, или да. Скажите, пожалуйста, пожалуйста. Вот. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.